Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами посмотрим обычный, абсолютно заурядный бой на Титанием 150. Артём 5049, спасибо тебе большое за то, что ты прислал данный реплей, мне крайне приятно. И в данном реплее, ребят, мы не увидим каких-то огромных цифр по урону, мы не увидим супер большого количества по фрагам. И данный реплей в принципе не об этом. Дело в том, что Артём очень долго просил меня, чтобы я снял обзор на Титана 150, и когда я ему объяснил, что у меня нет возможности реально финансовой приобрести себе данную машину в коллекцию, а именно ради коллекции стоит покупать данный аппарат, а не ради играбельности данной машины, он попросил меня сделать, скажем так, не то чтобы обзор, а обсуждение того, что я увижу по результатам его боя, и попытаться проанализировать данную машину, и вопрос того, стоит ли приобретать данный аппарат. Мне, честно говоря, к приобретению данный аппарат, как я уже сказал, подходил бы только ради коллекции. Дело в том, что машина обладает крайне неточным орудием, очень долгим временем сведения. Да, у неё неплохая альфа, и это такое себе КВ-3 на базовой башне, но только КВ-шник находится на седьмом уровне, а это шестёрка. 207 единиц урона в целом для своего уровня очень даже неплохо. Тогда, когда в основном все обладают плюс-минус где-то от 160 до 180, у этого 200. Есть, безусловно, и другие аппараты с таким уроном, но всё-таки на данной машине для него это вполне нормальная цифра. Что касается той точности орудия, она крайне непредсказуемая. Я посмотрел этот реплей несколько раз и пришёл к выводу, что орудие стреляет, как бог пошлёт. И не всегда бог посылает так, как ты хочешь, а иногда посылает так, как ты даже не ожидал. Ты можешь долго стоять, выцеливать, и в итоге снаряд летит абы куда, и в то же время ты можешь кинуть просто-таки на бум и попасть прямо в пиксель. Крайне непредсказуемое орудие, и от этого играется, я думаю, не очень приятно. Вообще, в принципе, понятие Титан, да, вот Титан 150, оно должно как-то быть соизмеримо с непробиваемостью, с неприступностью. Но этого товарища пробивают, и пробивают абсолютно-таки спокойно. Да, окей, но Шхорн сейчас на вскидку не пробил, но это далеко не показатель брони машины. Это просто не более чем фарт. Короче говоря, типичное савдеповское орудие, которое не поражает своей точностью, а поражает своей непредсказуемостью, подвижностью машины. Один в один, как у КВшника, и в принципе, ничего удивительного нет, потому что именно с него и рисовали данный аппарат. Пробивается он вполне спокойно в морду, и это очень сильно не радует. Может, можно как-то ромбовать, но я по бою не увидел момента ромбования, поэтому его заценивать не могу. От себя хотелось бы сказать, что последний раз машина выставлялась на продажу, если я не ошибаюсь, за 5 баксов. И мне кажется, что даже за коллекционную машину, пускай вот такую вот редкую машину, с каким-то плюс-минус уникальным ее внешним видом, все-таки это очень дорого. За 5 баксов можно купить что-то более годное. Но это мое субъективное мнение. Если вы с ним не согласны, обязательно напишите об этом в комментариях, для того, чтобы другие почитали и для себя плюс-минус понимали, стоит ли приобретать данный аппарат. По подвижности едет машина вполне нормально. Я не думаю, что она вызывает прям какие-то совсем большие смущения в отношении комфорта передвижения по карте. Передвигаться больше, чем достаточно. Скорости, маневренности здесь вопросов нет. Что касается других характеристик, мне сложно их заценивать, потому что машиной я не обладаю. Я могу лишь прокомментировать то, что я увидел. И опять-таки, стоит делать скидку на то, что мы не знаем, насколько подкованный игрок пользуется данной машиной. У меня нет информации ни о его статистике, ни о том, сколько он играет в эту игру, ни о том, как часто он катает конкретно Титана 150-го. Ну, короче говоря, в этом отношении инфы у меня маловато, поэтому вот это все я судить не берусь. Здесь бой закончится без участия нашего героя, но так или иначе, своих два фрага. Наш герой сделал, он сделал 1895, можем говорить, 1900 единиц урона. Что-то танканул, но крайне мало. В основном все было принято с пробитием и с нанесением урона. Сказать, что я увидел в этом бое какой-то определенного рода фан и интерес, не могу. Но опять-таки, возможно, это бой такой, возможно, другие бои на данной машине будут какими-то другими. 2260 единиц нанесенного урона. Я не совсем понимаю, как так получилось, потому что вроде бы наш парень больше ни в кого не стрелял, и там по счетчику было 1800. Ну вот, как есть, так есть. Что касается знака классности второй степени, я больше чем уверен, что это связано с тем, что машина крайне непопулярная в игре, ну и, соответственно, мало кто ее катает отсюда, и не сильно высокая планка на то, чтобы подняться до знака классности второй степени. Что касается фарма, то по фарму здесь вроде бы интересно, 52 800, но я бы не сказал, что это прям совсем честно-честно-честно. Здесь есть особое достижение в виде медали, которая, в принципе, легко досталась в этом бою. С другой стороны, если 12 тысяч отсюда минусовать, то, в принципе, для шестого левела 40 косарей за вот такой вот бой, в котором первое место в команде по урону было занято не благодаря супер-классному орудию и там супер-живучести машины, а благодаря просто тому, как команда вся сыграла и как сыграли соперники, то в целом такой фарм, я думаю, что достойный. Как для шестого уровня, ну и, в частности, для машины, которая, как я понимаю, крайне сложно играбельная. Но мне сложно судить о сложности игры на данной машине. Как я уже сказал, я на ней играл. Поэтому, если вдруг у вас есть эта машина и вы можете сказать свое честное мнение о ней, напишите, пожалуйста, это в комментариях. А еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вы за честное, справедливое мнение по поводу всего, что происходит в игре, за честные обзоры, ну и за нестандартные видосы. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.